Версень. Турция. Для террориста все в мечети, турки. Тахудаглы. Версень. Турция. 19 марта 2019 года. Террористическая атака на мечети в Новой Зеландии содержит глубокие сигналы. Террорист, исламофоб или туркофоб? Ответ на этот вопрос стоит в себе очень интересные детали. Да, террорист взял на прицел мусульман. Напал на мечети. Убил 49 совершавших намаз верующих. Но когда мы обращаем внимание на его публикации в соцсетях, мы видим, что этот террорист – ярый противник Османской империи и турок. Для него враждебность к туркам, кажется, тождественна враждебность и к исламу. Потому что для этого террориста любой мусульманин – турок. Он не нападает на дома, офисы или ассоциации турок в Новой Зеландии. Он нападает на мечети. Хотя в числе убитых им людей турок нет. Трое наших граждан пострадало. При этом погибшие есть среди представителей других народов. Но для террориста это не важно. Потому что, по его мнению, каждый мусульманин, совершающий намаз, так или иначе турок или осман. В этой связи он без колебаний нападает на мечети. Ведь все, кто находится внутри – мусульмане, а следовательно турки. Террорист говорит, мы снесем минарет из собора Святой Софии. Называет Стамбул Константинополем. Нападая на мечети, он все время делал акцент на турках. Террорист высек на своем оружии имя серба, убившего султана Мурада. И он также написал на своем оружии послание, содержащее ненависть в отношении турок. Нанес на это оружие дату Венской битвы 1683 года. Османы, турки его сильно беспокоят. Потому что османы и турки – мусульмане. И на мусульман других стран он смотрит как на турок. В конце концов в истории многих из них есть Османская империя. Такова точка зрения террориста. На самом деле это ситуация, которая характерна не только для террористов Новой Зеландии. С таким же мнением мы можем сталкиваться во многих местах на Западе. По мнению Запада, мусульманство и турецкость – это переплетенные друг с другом понятия. Для многих на Западе каждый мусульманин – так или иначе осман. Эта ситуация позволяет также лучше понять определение, данное поэтом Исметом Азелем, Исмет Азель – туркам. Исмет Азель, на днях перенесший болезнь, сказал, туркам называют мусульманина, которому не страшен конфликт с неверующим. В этом определении, очевидно, нет какого-либо расистского подхода. Оно на самом деле описывает то, как турки и мусульмане выглядят в глазах Запада. Еще одно из измерений терактов в Новой Зеландии связано с вопросом выживания Турции. Вы, может быть, спросите, какая связь? Но представьте, в Новой Зеландии террористы нападают на мечети, убивают мусульман, которых они считают турками, и из Новой Зеландии посылают Стамбулу сигналы угрозы к тому же через Айсофию. Судя по публикациям террориста в соцсетях накануне теракта, становится очевидно, что он готовился его совершить. Он словно официально объявил, уведомил об этом. Примерно через 17 часов он осуществил атаки, да еще и в прямом эфире. Почему, когда все это происходило, ни полиция, ни службы безопасности и разведки никак не вмешались в действия этого человека? Пока этот вопрос не нашел ответа. Теперь кто сможет доказать, что этот террорист не является продуктом разведки? Преподобная ИГИЛ, запрещена в РФ, примечание редакторов. Хотя произошедшее выглядит как индивидуальная акция, также имеются следы организованного теракта. А организованный терроризм не может не быть связан с разведслужбами. Таким образом, террорист в Новой Зеландии нападает на мечети и угрожает Турции сигналом Абая Софья. Как бы далеко Новая Зеландия не находилась от Стамбула, сигнал очень близок. В голове у этого террориста, как у многих на Западе, враждебность к Османской империи. Это то, что на самом деле всегда было в их мышлении, сознании. Нынешнее положение Турции способствует тому, что эта враждебность в их сознании выплескивается наружу. Примем к сведению доклад, написанный Европарламентом в Брюсселе за два дня до атаки, в котором говорится, что Собор Святой Софии не должен превратиться в мечеть. Имеется сигнал и в поддержку рабочей партии Курдистана, РПК, террористической организации Фета Фетхулаха Гюлина, Фетула Гулин. Учтем заявление премьер-министра Нетаньяху об РПК за день до теракта, а также озвученную его сыном угрозу с упоминанием Константинополя. Добавим к этому опубликованный за несколько часов до атаки доклад Госдепартамента США, который содержит угрозы в адрес Турции и сигналы в защиту РПК и Фета. Когда мы выстраиваем все это в один ряд, возникает более четкая картина. Турцию пытаются брать на прицел сионистские крестовые атаки. Пусть на эту картину внимательно посмотрят те, кто иронизирует сегодня по поводу проблемы выживания, и если они до сих пор не видят этой проблемы или отрицают ее, то сказать нечего. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.